всех приветствую мои родные любимые и сердце моим дорогие христолюбчики брат и сестры во христе и все люди на земле всех приветствую всем желаю всего самого благого доброго светлого чистого в вашей жизни желаю вам прозрения в умах ваших доброты в сердца ваши терпение в тела вашей здоровья а если его нет то терпение до семьи ваших во все сферы вашей жизни чтоб все было хорошо благополучненько и складненько сегодня у нас с вами вот такой вот ролик иисус не воскресал апостол павел нас обманул ну на самом деле кто меня знает давно смотрят кто может быть впервые попал на этот ролик я не хайповый так скажем человек я не люблю хайповые темы я не люблю всякие такие как бы язвительные громогласные на самом деле какие-то темы до чтобы цеплять людей но на самом деле суть этого ролика и этой мысли следующие мы сегодня с вами несмотря о том что казалось бы кто-то подумает что ролик посвящен воскресенье а точнее в воскресенье иисуса мы об этом скажем да но естественно изус воскрес все мы это с вами знаем и споведуем так веруем и так исповедуем этим мировоззрением и живем ибо иисус воскресе все мы с вами вечный и все равно воскреснем и ли его вторую пришествие в первое воскресенье который будет вас сказать все веруны верующие в иисуса христа и будут судимы по делам своим ну а после тысячелетнего царства во второе воскресенье воскреснут уже все народы и будут будет великий суд над всеми людьми я когда этот значок для видео сбросил я в телеграме обычно раньше того чем записывал ролик анонсирую уже когда готовлю значок для видео сбрасываю группе телеграме кто хочет все туда подключайтесь буду рад я обычно там вперед какие-то новости выкладываю мысли свои что-то занимаюсь что сделал там у меня сестры написали димок ты чего там задумал ну я им сбросил эту картинку и в голове твоей отныне будет каша вот я им написал да и не переживайте игры просто хочется немножко за закоснелую и залипшую кашу немножко помешать в головах некоторых людей а то мы совсем закисаем поэтому такое вот название и православные кто смотрит если случайно попали впервые на троллик не обижайтесь на правду не обижайтесь на меня не обижайтесь на правду она правда того что вы на нее обижаетесь или закрывайте глаза она не перестает быть правдой помните как об этом да с легким паром говорил и полит вот из этой серии говорит мы сегодня с вами будем прежде чем я хочу поговорить за основание хотел взять 15 главу первого послания апостола павла коринфянам но прежде чем к нему подобраться я хотел еще кое-что сказать во первых еще тема такая будет игрю воскресенье будет как повод посмотреть я вот сколько слушал сколько смотрел особенно проповедников вообще вот общаешься с христианами я поражаюсь вот этой идеализации идеализации ветхозаветного особенно тех участников ветхозавета ветхозавета вообще в частности ветхозаветных каких-то исторических персонажей начиная с ноя заканчивая любыми пророками да вот я удивляюсь идеализации какой-то предвзятости к ветхому завету слушайте ветхий завет закон моисея он много раз жестче во много раз жестче нынешнего кто знает исламского шариата во много раз весь мир осуздай осуждает исламскую радикальную ветви под названием да исламское государство шариат ну по кроме я вот говорю с современниками реальными нашего мира но как касается закона моисеева ты что ты что это все было хорошо это бог дал ничего бог не давал это закон моисея сам иисус постоянно об этом говорил что в вашем законе он никогда не говорил в нашем он тем более никогда не говорил в законе отца моего или в моем законе ибо он и отец одно но современные христиане какой бы секте они не относились к православным католикам протестантам или еще какой-нибудь самой мелкой общинки из двух человек нет тут все я хотел конечно сегодня основная цель будет моя как раз конечно же не воскресенье это как пример одной самой важной идеи мироздания бытия это не просто идеи да это идея так называют что это идея христианство на самом деле просто сущность бытия бог бессмертен бог вечен и все его создание особенно создание индивидуальное уникальное души живые они все вечны вся материя вечно мы видим это лишь вот круговорот вещества в природе уж тем более вечные личностные создания до которые обладают живой душой осознающий свое бытие и быть то бытие которое кем-то сотворено да то есть своего творца вот и основная конечно же цель видео и ответ на вопрос который мы получим это все ли верно в писании можно ли идеализировать писание исторических личностей которые нам о которых нам поведено в библии новый завет еще хлеще все идеализировали абсолютно апостолы еще святы были когда еще с иисусом хотели хотя дела которые описано в евангелии не то что говорят о какой-то их святости там такая свет что не приведи господь они за несколько дней до ареста иисуса предлагают ему а точнее кто как мы видим из писания они даже не предлагают они просто собираются низвести огонь с небо чтобы уничтожить целый город это святые апостолы это святой апостол петр который ему иисус много лет и даже перед этим событием пытается уму разума научить и показать что не в мече сила и что зло побеждает столько добром и любовью терпением смирением кротостью когда идет агрессия да этот же петр ничего не понимает все равно достает меч и начинает пытаться убивать врагов иисуса данной своих естественно он лишь промазал мимо головы естественно то что он отрубил лишь ухо некоему воину который был одним из членом той группировки которая пришла арестовывать иисуса их готовы и все это готовы оправдать читаем мы историю учеников христовых во первых у нас всего лишь из так называемых более менее достоверных источников одна книга деяний написанная лукой лукой неизвестно кто правда это на самом деле вот единственно мы можем их связать две книги евангелия луки и его деяния апостолов им написано потому что вроде как по контексту он сам их связывает начиная книгу деяния с того что первую книгу некому феофилу он и написал о том что делать чему учил иисус хотя он не себя лукой не называл то все это мы где-то там пытаемся некоторыми второстепенными мыслями связать ну и как мы видим как книга деяния написано мы же видим что она написана настолько мягенько настолько все там хорошо все так идеально было в первой церкви но это не так называют первых христиан всеми святыми да они действительно грубо говоря их можно называть так были разные так скажем имена у первых учеников их не сразу стали мы как в той же сам книге деяний мы лишь только впоследствии видим что ученики христовы стали называться христианами до этого их очень часто именуют просто святыми причем внутри самой естественно церкви христовой но оказывается читая даже книгу деяний кто внимательно непредвзято пытаются читать святости учеников порой немного порой те же самые кто являются вчера еще членами церкви завтра грешат живой пример самый начнем так по ступенечкам пример она не сапфиры пожалуйста угут собственной церкви собственным членом церкви да мы видим что исцелять и воскрешать мертвых далеко немногие умеют вы вспомните дальше что написано все это 6 7 глава вы помните что в некоем городе умирает девица тавифа да или как ее там звали ешь все серна да помните ее никто не мог не исцелить не воскресить и лишь по некой случайности ну понятно случайности не бывает да мы видим что петр оказывается в соседнем городе причем в этой же церкви в другой церкви в соседнем городе и там никто не может не исцелять ну и воскрешать соответственно и петр воскрешает никого надо вот открывать я вот имена не что-то подзабывать стал вы помните да все это описано 6 там главе я вот решил открыть книгу деяния что все-таки вам показательно да вспомните еще этого никогда не ходившего человека поднимают они у храма почему другие христиане этого не делают мы видим как тысячи микаются от 1 это уже после первой второй проповеди иисуса до петра да мы же все это видим мы видим как их два раза судят собственные первосвященники не принимая ни евангелия побивая их вы помните как они приняли побиение вот этот случай все зачитывать не будем пришел петр к святым живущим в лидии нашел там одного человека именем инея вы помните который 8 лет лежал в постели расслабления никто он пришел в церковь к святым и никто не мог исцелить этого человека потом мы видим тут же что в иопии находилась одна ученица именем тавифа что значит серна она была исполнена добрых дел и творила много милостей случилось те дни она за не могла и умерла и никто не смог ее ее омыли спокойненько святые и похоронили лишь узнав что рядышком петр они призвали его чтобы он помолился воскресил ее да то есть мы видим как в книге деяний и так много таких случаев да мы видим с вами в книге деяний как павел расстался с варнаву мы видим как в пятнадцатой главе так мягенько все описано о том так называемом апостольском соборе который был собран по какой же великой причине соблюдать ли и христианам закон моисея начиная с обрезание и бла 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 вот такие вот первые христиане и вот это вот идеализация раннехристианской церкви я вообще не понимаю на каком основании зачем зомбироваться собственными лживыми аксиомами как я их называю математическим языком у вас и потом все остальное будет кривое вы знаете кривой правило но никогда ничего хорошего не сделает на каком основании вы все это идеализируете идеализирует апостола павла его учение его признание другими он никем не был признан никто его не признавал апостолом не учителем он сам себя во всех посланиях таким называет и нам все это дошло вот так мягенько все почистили нам такую конфеточку завернули что раннехристианская церковь это все они прибывали вот вырвут стих какой-нибудь у того же самого луки из книги деяний все они единомысленно и ненадушно пребывали вместе там молились ну конечно я крючились и через главу мы читаем как она не сапфира обманывает эту же церковь и по духу петра который в нем находился они падают мертвыми это не бог их умершвляет догадайтесь кто от кого выходит эта сила карающая обманщиков церкви неужели это не видно и так можно до бесконечности я мог бы сегодня как всегда у меня и так ролик я думаю минимум на час как всегда получится но это можно было бы конца краю нет кто хочет в это все обратиться пожалуйста на канале христа люб библия я весь новый завет читаю последовательный на все эти места обращаю внимание потому что в таком ролике это гру получается проще просто взять и новый завет за один раз зачитать по одной мысли идеализация учеников христовых они не идеальны дела их не идеальны учениях не идеальны сами они далеко не пребывают в такой идеальной мире и любви друг с другом ничего подобного я говорю мы читаем что павел расстался с варнавой с тем варнавой с которым был другом детства с которым они вместе учились который его и ввел в христианство потому что когда апостолу павел павла явился христос когда апостол павел раскаялся, его никто не принимал из христиан, потому что он был гонителем церкви, и внешние дела были известны всем, а то, что ему Бог открылся, было известно только апостолу Павлу. И лишь Варнава убеждал всех вместе с Павлом, чтобы хоть быть каким-то посредником, который его тоже принял, как по-человечески, и лишь тогда Павлу хоть как-то стали доверять, слушать и верить, что так все и было, да. Но при этом мы видим, что потом он с Варнавой, не находя общего языка, они расстаются, и больше в книге Деяний, если вы последовательно читаете, мы не видим, чтобы они были рядом. Никогда. Более того, сам Павел пишет, что когда он был в Риме, и когда были очередные гонения, он говорит, что никого нет со мной, один Лука со мной, все меня оставили. Это тот великий Павел, который столько церквей насадил. И сегодня я хочу на примере вот одной церкви, к чему мы сегодня, да, подойдем. Это Коринфская церковь. Я воспользуюсь сегодня своим старым сайтом, который у меня был, просто я там делал, я, во-первых, хочу, да, тогда сначала сказать еще по апостолу, посланиям апостола Павла и частности к Коринфскому посланию. Если вы занимались библиистикой, здесь вам придется поверить мне на слово, да, то, что я чем занимался и то, что буду вам передавать. Послание апостола Павла Коринфных, это одна из самых больших церквей, одна из самых церквей, где он, из тех церквей, в которых он проводил очень много времени, в Греции, в Коринфе, в Македонии, там все вот это, да, где он очень много раз бывал, где он много раз писал туда, да, и вот сколько этих было посланий, никто не знает, никто не может доказать истинность. Вообще, вы представляете, два послания Коринфянам, это два Евангелия, каждая из них по 16 глав. Это два Евангелия от Марка. В том варианте, в котором они к нам имеют, все библиистика почти сходится, кто это изучал, просто потому что поверхности он нигде не лежит, и об этом никто не любит говорить, да, что их как минимум четыре было, мы видим. И то, те четыре куска, те четыре послания, непонятно, то ли они были уже собранными, на сколько кусков, как их кто склеивал, потому что не зря я вам сейчас покажу, что послание Павла на такие четкие грани разбивается, и кто его читал, порой мысли очень резко с одного места на другое переходит, и вообще он столько тем затрогал в одном послании. И возьмите то условие, что представьте себе, сейчас при наличии, не сейчас, а возьмем даже всего лишь не так давно относительно исторических событий, исторического времени, вообще появилась книга печатаний, да, и книги достаточно маленький. Вообще, представляете, Древний мир и послание апостола Павла в 16 глав. Это какой-то, какой должен быть Талмуд? Вы думаете, он такие послания писал? Очевидно, что нет. Очевидно, что каждый раз он писал по разным мыслям, но при этом я вам, кто мое чтение послушает на Христалю Библии, действительно, кто-то собрал, очень это неплохо, есть и глубокая мысль от начала до конца. Иногда кажется, что действительно, ну, вроде бы, да, вроде бы, можно его и цельным назвать, да, вот. И второе послание, опять же, ну, давайте начнем с первого, да. Первое послание, первые четыре главы. Ну, кто вот их читал, вот я спрашиваю, вы что, не видите, оно все посвящено единству или разделению в церкви? Давайте пробежимся по кратенько, по основным мыслям, да. Павел говорит, все, я хочу, чтобы все вы говорили одно и не было между вами разделения, но чтобы вы соединены были в одном духе, то есть в любви, дух, сердце всегда один и тот же доброта, да, и мыслях. Почему я говорю, никогда никакого единства липового среди христиан быть не должно. Мы все равно должны прийти, потому что как ты мыслишь, так ты и живешь. Твоя жизнь – это твое мировоззрение, лишь воплотившееся в реальности. Разве разделился Христос, Павел пишет, разве Павел распялся за вас, или во имя Павла вы крестились? Мы проповедуем Христа распятого, я вам набрасываю такими выделенными кусками, да, и вы сейчас поймете почему. Я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости, но я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого. Я был у вас, так, не знающим ничего, кроме Христа распятого. Проповедуем не в мудрости, проницаемы глубины Божьи, мы приняли Духа от Бога, так, возвещаем словами человеческими, мы имеем ум Христов. Если между вами зависть, споры и разногласия, не плотские ли вы? Кто Павел, кто Аполос, они только лишь служители, через которых вы уверовали, при том, поскольку каждому дал Господь. Каждый получит свою награду по своему труду. Я положил основание. Так, вы храм, так, 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 мудрость, мирость, ты, 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 ты. Никто не хвалит с человеками, вы же Христовы. Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди. И я сам не сужу о себе. Судья же мне Господь, который обнаружит сердечные намерения в последний день. Так, мы терпим голод и жажду, и наготую, и побои, и скитаемся, и трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем, гонят нас, мы терпим, хулят нас, мы молим. Мы как ссор для мира и как прах всеми попираемы. Не к постыжению вашему пишу это, вот хочу обратить внимание, но вразумляю вас как возлюбленных детей. Это вот всегда посыл моих роликов. Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, тысячи, Павел пишет, но немного отцов. Я родил вас во Христе Иисусе благовествованием, потому умоляю вас, подражайте мне, как я Христу. Вы поймете, что мы начали с первой главы, а не с пятнадцатой, где речь пойдет о воскресении. Давайте уж до конца дочитаем. Для того я послал к вам Тимофея, моего возлюбленного и верного в Господе Сына, который напомнит вам о путях моих во Христе, как я учу везде, во всякой церкви. Как я не иду к вам, то некоторые из вас возгорделись, но я скоро приду к вам, если угодно, будь Господу, испытая не слова возгордевшихся, а силу, ибо Царство Божие не в слове, а в силе. Чего вы хотите, с жезлом прийти к вам или с любовью и с духом кротости? Вот первые четыре главы послания апостола Павла к Коринфянам. Заметьте, какие мысли он выражает. Вы обратили внимание на это? То, о чем пишет апостол Павел? Оказывается, я теперь вам общую каемочку даю. Оказывается, Коринфскую церковь, отцом ее, основателем, был апостол Павел. Ничего себе. Оказывается, он родил их во Христе благоуствование. А что он пишет дальше? Потому, умоляю вас, подражайте мне, как я Христу. Когда меня укоряет то, что я говорю, слушайте, делайте, как я. Или я, я, я. Я говорю, посмотрите на апостола Павла. А ведь он не был прямым учеником Иисуса. Он вообще его, возможно, никогда не видел. Нам нигде нет свидетельства, что даже тогда мы видим, что когда побивали Стефана, первомученика, апостол Павел не бросал камни. То есть, он был еще молодым человеком. Ему не позволено было по закону. Не то, что не позволено. Он вообще-то, если как еврей, он обязан был участвовать. Ну, вот именно там до определенного возраста это было. Очевидно, что он был юношей. И это времена побивания апостола Стефана. Очевидно, что Иисус, если он и когда-нибудь видел, будучи ребенком, ну, что такое, вы знаете, если бы я в шесть лет видел какого-то великого, даже там, ну, президента или еще что-то. Причем, которого никто не называл президентом, а так какой-то там ходит. Безумный еретик проповедует любовь, свободу и бессмертие. Проповедует свободу человека, избирать добро, и от этого его избирания, от дела добра, пожинать вечную жизнь. Вы думаете, Павелу до этого было какое-то дело? Павел говорит, подражайте мне, как я Христу. Он жизни, он Иисуса никогда не видел, жизнь его не знал, притчи его, учения его никогда не слышал. Да, Господь ему несколько раз являлся. Да, его приняли в церковь Христову, и чему-то там, возможно, его научили, да. А он говорит, подражайте мне, как я Христу. Он не говорит, подражайте я ничто, подражайте Петру в Арнаве, там, да, Иоанну. Он говорит, подражайте мне, как я Христу. А как он Христу подражает, он его никогда не видел. Я думаю, спорить с этим вообще глупо будет. Кто бы вы ни были, какой-либо секте не принадлежали. Во всех посланиях апостола Павла он не вспоминает ни одну притчу Иисуса, ни одну его какую-нибудь прямую речь, ни один его, можно сказать, поступок, вот из тех самых важных, единственных поступков, что Бог никого палкой к своей вере не призывал, к истине, да, что он за эту истину, которую проповедовал, которую любовь ко всему своему творению, что за эту истину он пострадал, воскрес и вознесся. Вот что проповедовал апостол Павел. А как он ему подражал? Как ему была открыта истина? Ну, Павел пишет, что это он учит везде, во всякой церкви. Я учу везде, во всякой церкви. И как я не иду к вам, то некоторые у вас уже возгордились. Еще раз обращу внимание, это начало послания. Мы сегодня, конечно, с вами не послание разбираем, но получится, что как будто так кратенько послание, но по одной конкретной теме, хотя и книгу Деяния я вспомнил. Ну, вот такие у меня распростерты видео, не могу я узко смотреть. Хочу всегда вас, как орел, взять коготочками, поднять повыше, чтобы вы посмотрели, или как орел на свои крылья и показать вам. Мир-то пошире. Мир – это не то, что ты как червяк сидишь, и вот эти все два кустика, которые тебя окружают, это весь мир. Нет, посмотрите с высоты птичьего полета. Павел насаждает церковь в Каринфе, которая никогда не видела Иисуса Христа, не знала его учения из его уст, что же вытворяет эта церковь. Давайте мы с вами пробежимся по пятая глава. Павел пишет. Не сообщаться с тем, что кто, называясь братом, остается блудником или лихаимцем. Это я такими краткими мыслями описывающим этим главу, причем я прямо цитирую, но конкретно мысли, итоги, какие он выводит, вы должны сами все это помнить и знать, о чем идет речь. Остается блудником или лихаимцем. Тот, кто называется братом, остается блудником или лихаимцем, идолослужителем или злоречивым, или пьяницей, или хищником. С таким даже не есть вместе. Ибо что мне судите внешних? Не внутренних вы судите. Внешних же судит Бог. Так изверните развращенного из среды вас. О чем говорит апостол Павел? Оказывается, в церкви в этой, в которую он насадил, уже полным-полно грешников, называющихся христианами. И что пишет апостол Павел? Не общаться с такими. И вот я всем говорю, слушайте, я с внешним миром, да, общаюсь более-менее спокойно, стараюсь проповедовать и не отталкиваю их до последнего от себя. Но те, кто познали любовь Божью, а Бог один, любовь одна в том, что Он положил за нас душу свою, за ту истину, которую Он принес. А Бог одна, Он учил одной любви. То, что нам извратили Писание, это не говорит, что истина от этого стала другой. И мы познали эту любовь в том, что Он положил душу свою за истину, за проповедь этой истины, которая есть любовь ко всему Божьему творению. Я познал ее и уверовал, как Иоанн Богослов пишет, в нее. И поэтому пребывающий в любви ко всему Божьему творению пребывает в Боге и Бог в нем. И поэтому те, кто называют себя учениками Христовыми, и говорят при этом, что они убивают животных и пожирают их трупы. Я говорю, я с вами даже общаться не хочу. Вы, который говорит, что вы познали любовь Божью, что вы познали Бога. Да и человек, познавший Бога, никогда не занесет свою руку на беззащитное, безобидное животное ради пятиминутного, лишить жизни животное, живое существо, которое точно так же, как ты, это же видно, радуется жизни, точно так же не хочет помирать и хочет жить, как и ты. И ты ради пятиминутного удовольствия чрева лишаешь жизни эту живую душу. Какой ты мне брат? Почему я должен с тобой общаться, какая ты мне сестра? Бесноватые люди, вот и все. Ибо он от начала убийца и душегуб. Павел кому пишет? Язычникам, что ли? Он говорит, нет, до внешних мне сейчас никакого дела. Нет, я пишу вам, якобы, церкви, которую он сам насадил, заметьте, которым является отцом-основателем. Что еще мы видим в этой церкви? Шестая глава. Брат с братом судится, и при том перед неверными. Что вы делаете? Обижаете и отнимаете, и при том у братьев. Вот вам и церковь Христова. Кто ее идеализирует, я никак понять этих людей не могу. Павел пишет своей церкви, которую сам насадил, которую сам проповедовал. Что эти люди вытворяют? Раздоры, разногласия. Друг у друга, как он говорит, обижаете и отнимаете друг у друга, и еще и потом судитесь, причем еще перед неверными. Это Павел насадил эту церковь и сам ее укоряет. Дальше. Говорит, не делайтесь рабами человеков, крайне такая мысль. По поводу брака мы пропустим, по поводу пожертвований пропустим, по поводу прощального ужина и вкушения хлеба и вина тела Христова. Что пишет апостол Павел? Целых практически две главы посвящает. Оказывается, на этих ужинах, на которые они собираются, что они устраивают? Обычные попойки. Во-первых, первыми приходят богатенькие, люди, которые как в писании, сейчас она говорит, ноги свои не ставят с этих носилок, на которых в древности носили вместо машин. Эти люди ничего не делающие, богатые, знаменитые, христиане, уверяешь. Во-первых, собираются раньше всех, им же дома делать нечего, жить-то скучно, работать не надо, на тебя пашут рабы. Они пораньше собираются, в слюни упиваются, не заботятся о нищих, которых полно и полно, но вместо того, чтобы все, что, во-первых, они когда сходились, они же сами что-то приносили, они же в чьих-то собраниях, и каждый с собой что-то приносил. Ну, естественно, богатенькие тоже приносили, но дело в том, что они приносили, это сами все сидели. Люди, бедные, нормальные, рабочие, естественно, на полях до ночи, или там в мастерских, неважно, где, кто, каким ремеслом занимался, они, мало того, никому ничего, вместо того, пойти раздать там на улице, подождать братьев своих, так называемых, да, вот, что они делались? Они тупо упивались в слюни там, упивались в слюни, дебоширили, не заботились о нуждающихся, и все это, начинали весь этот дебош, не дожидаясь тех людей, которые простые, смертные, которые работали, вот оказывается, во что превращается прощальный ужин, воспоминания о прощальном ужине Иисуса со своими учениками, в обычной попойке, это церковь, которую насадил сам апостол Павел, и он их укоряет в этом, потому что все, что они там делают, они тупо, тупо бухают уже, и это во времена апостола Павла, это его же церковь, его собрание, которое он сам насадил, дальше, о тех же самых дарах духовных, все он одной, конечно, эпиграф такой к его посланиям, коринфянам, церковь это вы, тело Христов, а порознь члена, да, о дарах этих духовных, слушайте, ну апостол Павел был там, он слышал неизреченные глаголы, он слышал ангельский язык, точно такой же, как язык разных народов, он слышал, возможно, ему открылось познание этого языка, сейчас о каких можно бормотаниях на этих языках говорить на ангельских, кому это нужно, кто что понимал, слушайте, если я с вами сейчас начну, вот я начну с американцем, на русском, он же ничего не понимает, о каких ангельских языках можно говорить, о каких дарах, Павел уже там пишет, что что толку-то я бормочу, это никто не назидается, я должен говорить с человеком, на понятным для него языком, ну и вот мы с вами подошли к пятнадцатой главе, тут я уже на своем сайте открою сейчас, давайте почитаем, ну, прям пятнадцатую можно всю читать, начнем прям сначала, да, хотя к воскресенью сейчас дойдем, «Напоминаю вам, братья, Евангелие, который я благоествовал вам, он им напоминает, который вы приняли, в котором вы утвердились, в котором вы спасаетесь, если проповедное утверждается тем, как я благоествовал вам, если только не тщетно уверовали, ибо я первоначально преподавал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, что он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию, что явился Киеве, потом Петру, потом двенадцати, потом явился более нежели пятистам братьев, в одно время из католиков большая часть даны не в живых, а некоторые почили, потом явился Иакову, также всем апостолам, а после всех явился и мне, как некоему извергу, ибо я наименьший из апостолов и не достоин называться апостолом, потому что гнал церковь Божью, но благодатью Божию есть то, что есть, и благодать его во мне не была напрасна, но я более всех их потрудился, не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мной, и так я ли, они ли, мы так проповедуем, и вы так уверовали». То есть Павел говорит, что вся суть христианства в чем? Во Христе распятом и воскресшем. Как эти слова переводятся? Любовь и бессмертие. Распятый Христос – это символ любви, воскресший Христос – символ жизни вечной, но это не символ, это реальность нашей жизни, да? Любовь и бессмертие. Естественно, Бог никого не принуждает идти по этому пути, мы можем только сами, обладая абсолютной свободой. И что же пишет апостол Павел дальше? Давайте почитаем с вами. Вы видите, картинки все говорящие, да? Вот она, суть христианства, Христос распятый и воскресший, пятнадцатая глава. Давайте дальше. Не многие, наверное, это знают, потому что у нас никто ничего не читает. Если же о Христе проповедуют, что Он воскрес из мертвых, то, как некоторые из вас, внимательно теперь читаем, говорят, что нет воскресения мертвых. Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. Притом мы оказались бы лже свидетелями о Боге, потому что свидетельствовали о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскрешал, если то есть мертвые не воскресают. Ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес, а если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших. Вы вообще когда-нибудь вчитывались и вдумывались Я говорю, когда вы читаете любые писания Любую книгу, даже современную Погрузитесь в нее Погрузитесь в нее какое-то время Кто это пишет Кому это пишет Почему он это пишет Кто такой автор Вспомните его жизнь Я вам не зря поэтому кратенько набросал Потому что бессмысленно об этом говорить вот так вот Без жизни Без живой жизни Павел насаждает церковь Коринфе В принципе Ладно сейчас возьмем, что он не знал Да, понятно, что истина проста Человек, ты свободен Избирать У тебя два пути Творить добро или зло И от того, что ты будешь избирать в своей жизни Ты будешь получать Вечную жизнь или вечную смерть Благо бытия, вечную счастливую жизнь Или вечные муки Да, вот вся истина Свобода Избирать добро и зло И от этого вкушать Либо от древа жизни Либо от древа добра и зла Смотря на то, что ты будешь Плоды дергать И пожирать Поедать Вот вам вся истина Простая и понятная Да, а что такое добро? Тут тоже не сложно Это поступать с окружающим миром Людьми, животными, природой Так, как ты хочешь Чтобы поступали с тобой Причем процирую Всегда это на вечность Как бы ты хотел Чтобы было вечно Не важно, что все вокруг творят Ты здесь, на этой земле Строй тот мир вокруг себя Который ты хочешь В котором ты был И который тебя окружал в вечности В котором ты был Именно это ты и получишь После этой жизни После другой Во второе пришествие Иисуса В новую землю Ты будешь тем Кем ты есть сегодня Не важно, что кто вокруг творит Ты твори сегодня рай вокруг себя Павел это им проповедует? Да, основную истину он им проповедует Он может заблуждаться И заблуждается в некоторых разных вещах Там с этим покрыванием головы В этой же коринфянам Какое нам дело Чем голову покрывает? Для Павла это важно Как для фарисея из фарисеев В нем все равно Это закваска его молодости Она осталась Но истину Павел им проповедует Причем очень важную Что Бог бессмертен Бог вечен Ты человек Его образ и подобие Слушайте Он пишет послание в церковь Послание в церковь Вы думаете Те, кто стали так утверждать Это простые смертные люди? Нет Я говорю, это я кратко вам Мы не прочитали четыре главы Вот этого первого послания К коринфянам Где вот это вот разделение Учителя Вы помните Ну я кратенько вам Некоторые фразки выдрал Много у вас наставников Но немного отцов Я родил Кто из вас? Павлов, Кифов, Аполлосов Все вы Христовы Там именно четыре главы Подавлены разделением Посвящены Оказывается Есть те А все они, получается Являются Детьми апостола Павла Его, так скажем Учениками Ведь он же Принес им эту истину И казалось бы Во что вы тогда крестились Во что вы уверовали Во что? Пожалуйста Во времена апостола Павла В его собрании Которым он явился Отцом-основателем Начинают проповедовать И отрекаться От воскресения Всех людей Христа Когда мне говорят Слушай Вот ты говоришь Что там Христос был веганом Первые ученики Возможно были Про учеников Я говорю Я уже не утверждаю Христос однозначно Один Бог Одна любовь Для всего его творения Бог не разделялся Все сотворил Бог Он любит все свое творение Как вы Любите все свое творение Вы все что вокруг себя делаете Вам все важно Вы знаете Если заходит ваш знакомый К вам в садик на огород И начинает топтаться У вас по цветам Я думаю вам будет неприятно Я не думаю Я знаю Вы скажете Слушай Ты куда наступил Ты Я вообще-то здесь Два дня ковырялся Все Обустраивал цветы Вот ты чего по ним топчешь А он так специально Еще знаете Бац Бац Клешнями своими Подошел камень Вам в стекло бросил Это ваш друг Вы скажете Ты что Ты что делаешь Вы убиваете Животных И говорите Это нормально Бог разрешил Да Я вам не разрешал Ходить по моему газону Кидать мне стекла Срать Простите У меня посреди комнаты В доме Какая же это любовь Любовь разве проявляется Во зле Любовь проявляется В добре В псалмах Написано Что даже Животные Имеют Дыхание Жизни Божье Животные Дыхание Жизни Точно так же Как написано В первой главе В одном Псалмов Я забыл В каком Но неважно Можете найти По поисковику Есть такая фраза Но знаете На это Я за это все равно Не очень люблю Просто ссылаться На эти псалмы Ну написано Тогда Но при этом Кто их писал Те кто сами Этих животных Убивали Но даже Ихними устами Бог умудрялся Вот так вот Вкрутить Чтобы там Можно истинку найти Вдумайтесь В это Я к чему Рисую все время Эти картины Вдумайтесь На секунду Это не праздные слова Которые я хочу Донести до вас Вдумайтесь В это Во времена Апостола Павла В той церкви В том собрании В котором сам Он явился Отцом-основателем Которых сам Учил И прежде всего И учил Говорит Что вся суть Евангелия Во Христе Распятым Воскресшем В Боге Любви И бессмертии Ты человек Поэтому избери Благо Чтоб тебе иметь Благо бытие Вечное Благо бытие Вечную Счастливую Жизнь Слушайте А какой любви К Животным Там А веганству В воскресении Христово Отрицается Во времена Апостола Павла В его же церкви Им же Причем Он об этом Всегда Громко Глаголит Это основная Тема Его учения Потому что Сам Христа Он не видел Даже не слышал Он Евангелие Не написал Он не благовествовал Им Евангелие Вот это написано Которое мы Сейчас с вами имеем Он ничего не мог Рассказать об Иисусе Он не был Свидетелем Его жизни Его Учения Из уст Из его Прямо исходящих Иисус Поверьте Ему Мне А точнее Поверьте Хотя потому Писание Которое вы имеете Нигде не написано Что Иисус Потом Павлу Каждую ночь Столковал Евангелие И Павел Никаким автором Никакого Евангелия Он столько Посланий написал Что же он Тогда Евангелие Написал Иисус Иисус Ему все Прямо Рассказал Так Я вот Пришел К Иоанну Крестился То-то Мне сказали То-то Я сказал Сиди Записывай Вы Такой Знаете Евангелие От апостола Павла Я не знаю Во всех Я знаю Все Зато Послания Апостола Павла Он никогда Не ссылается На прямые Речи Иисуса Там Кратко Есть И то Он зачастую Интерпретирует Ну Естественно Он ссылается На события Евангельские На смерть На воскресение На вознесение Христа На явление Иисуса Христа На творение Благих дел Да Ну и зачастую Вот именно Общими фразами В его церкви Еще раз Я хочу Чтобы вы обратили Внимание В церкви Апостола Павла Я вам Его прямые Речи Привожу Четвертый Главе Он говорит Я родил Вас во Христе И тех Которых Он родил Во Христе При живом Павле Который Обещается Прийти И даже Грозит им Что приду К вам С жезлом Хотя Я вам Сразу скажу Судя по писанию Никакого жезла Над ними Он не имел Он пытался Грозить Разно Он пытался В общем послании Грозить Чтобы тем Уж кто-то Одумается Но очевидно Что те Кто восстали И стали Так учить Им До апостола Павла Никакого Не было Делать Ты кто такой Куда ты придешь Кого ты Меня подвинешь Раз там Уже так учили Не боялись Апостола Павла И как мы видим В его первых Четырех главах Уже спокойненько Разделились Я Аполосов Мы знаем И другого апостола А ты вообще Кто Кто Это мы сейчас Думаем Я говорю Забудьте Это что Апостол Павел Был неким Кем-то великим Среди учеников Христовых Он сам Я только что С вами зачитал Начало 15 главы Он говорит Я меньше Из апостола Это еще и Павел Себе пишет А благодаря Другим писаниям Производим Что никто Его ни за какого Апостола Не признавал Галатом Послание Вот эта кратенькая Информация Что у нас есть В 15 главе Книги Яни Об этом Иерусалимском Соборе Никто его вообще Ни за кого Не почитал Вам открыть Галатом Послание Начать читать Он сам Себя везде Называет Учителем И апостолов И язычников И проповедником Благовестия Никто Никогда Его Им не называл Не могу удержаться Давайте я Галатом Тоже открыл Павел Апостол Это начало Первая глава Первый стих Избранный Не человеками И не через человека Он апостолом был Его никто Не признал Но Иисусом Христом И Богом Отцом Воскресившим Его из мертвых Вот его мысль И все Находясь со мной Братья Церквям Галатийским Благодать вам Мир от Бога Отца и Господа Наш Иисуса Христа Который отдал Себя самого За грехи Наши Чтобы избавить нас От настоящего Лукавого века По воле Бога Отца нашего Ему слава В веки веков Аминь Вот вся суть Благовестия Все говорю Опять он говорит Об Иисусе Христе Воскресшем И распятым Который отдал Себя Все Кто прежде Как прежде мы сказали Так и теперь Еще говорю Кто благовестует вам Не то что вы приняли Да будет анафема У людей я ныне Ищу благовестия Или благоволения Или у Бога Людям ли угождать Стараюсь Если бы я поныне Угождал людям То не был бы Рабом Христом Возвещаю вам Братья Что Евангелие Которое благоуставало Вам не есть Человеческое Ибо я принял его И научился Не от человеков Но через Откровение Иисуса Христа Вот вам Учение Апостола Павла Он не от человеков Принимал Евангелие Ему Бог Открылся И всю суть Простую ему Открыл Кто знает Что такое Откровение Божие У меня их было Моя жизнь Началась С откровения Бога мне Природы своей Она абсолютная Любовь Она не делится Ни на кого Это любовь Это творение Добра Но в мире Правда Лежащем Возле Мы видим Что такое Добрые дела Это именно Благовестие Это именно Упорство Это именно Проповедь истины Это страдания Сам Иисус Нам первый показал Творишь людям Благо Говоришь о добре Творишь добро Тебя гонит Поэтому не думайте Что показатель Что тебя гонит Это ты не прав И что ты должен Всем целовать туфли И говорить Ласкательные вещи Нет В мире Лежащем Возле Это как раз И есть Любовь Когда ты Не целуешь Туфли Грешникам Не ласкаешь Их Не уши Ты им прямо Ты свидетельствуешь Прямо И обличаешь Мир Возле И грешников В их грехах Это и есть Любовь к человечеству В этом мире Лежащем Возле Вот и все Это очень важно Понять Дальше я даже читать не буду Достаточно вот этого Что я хотел прочитать Дальше видите Говорящие картинки Полностью Пятнадцатую главу Апостол Павел Первого в свое послание Так называемое Пусть и целиком Мы будем говорить Современным Каноном Который есть Да Она посвящена Воскресению Христову И воскресению Всех мертвых Он вспоминает И книгу Ну как бы Книгу Откровения Понятно Он не по книге Что не все мы умрем Что все мы изменимся И естественно Все время Всю главу Посвящают Чему Воскресению Из мертвых Спокойненько Церковь Так называемая Церковь Отваливается От веры От веры В вечную жизнь Слушайте Причем верить В вечную жизнь В принципе Скажете тоже Вот вопрос Во единого яйца Не стоит Что знаете Просто я всегда Всем говорю Понятно Что мне дает Вера В вечную жизнь Потому что Если вера Как Павел Будет тоже Здесь писать Если Христос Не воскрес Он именно Здесь будет писать То ешь Пей Веселись Это он здесь Я говорю Мы не будем С вами сегодня Я в свободе Я в свободе слова Говорю Кто хочет Именно по Писанию Идти Пожалуйста Я приглашаю всех На канал Христолюбив Библии Читая Писания Смотрите Вместе Со мной Читайте Слушайте Размышляйте Где Препоследуем Мы читаем Здесь Я вот так По памяти Все говорю И то Как видите Не могу удержаться Все равно Что-то зачитываю Что-то показываю Он здесь Будет говорить Если все это Так Что дает Утверждение Тебя Что жизнь Вечна Это же Логично Если нет Тогда я живу Как я хочу А сия вечно Разве можно Вечно жить В аду Нет Потому что Все грешники Все равно Мы здесь Страдаем Когда мы Грешим Это лишь Временное Удовольствие За счет Все греховные Удовольствия Что это такое Когда мы получаем Удовольствие И наслаждение За счет Чьих-то страданий Вот что такое Настоящий грех Чьих-то человеков Кто-то на нас пашет Мы унижаем Грабим Оскорбляем Убиваем Отнимаем Как он писал Тех же самых Животных В угоду Я не говорил никогда Что мясо невкусное Я его ел Естественно До покаяния Ну я Я наслаждаюсь Ради чего Мое пятиминутное Удовольствие Чрева На другой чаше Весов Что жизнь Жизнь Ради пятиминутного Удовольствия Моего чрева Жизнь Ничего себе Чаши весов Та же самая Природа Да Срем везде Где только можно Сами ж потом Обычная Пожалуйста Отрекаются От самой сути Причем Причем в принципе Верить вечную жизнь Не сложно Тебе ничего не требуется Если это В церкви Продвигали Когда меня спрашивают Ты думаешь Что вот там До нас не дошло А где Иисус Учил веганство Слушайте Если эти люди В ранней христианской церкви Я говорю Собор Собирается По какому поводу Они натягивают И все послание К галатам Мы бы сейчас могли Тоже забрать Павел посвящает Тому Оно очевидно Написано Либо в преддверии Этого собора Либо по дороге Либо после него Как точка Его такая Что вы Христиане Додумываетесь Натягивать на себя На Христа Закон Моисеев Который он Никогда не соблюдал Более того Противопоставлял Своё учение Истину Этому Закону Моисеева Который является Ничем хорошим Мягко скажем Потому что Никуда он не приводит Зло порождает зло А вам сказано Ненавить врага А я говорю вам Любите врагов ваших В деянии Соборно Великий ли тема Собирается Апостольский Обрезываться И соблюдать Закон Моисея Христианам Это высокий уровень Раннехристианской Церкви Это те люди Которые Три с половиной года Осизали Видели Слышали Саму истину Явившись Во плоти И эти люди Собираются По поводу Соблюдать ли им Вообще Закон Моисея Обрезываться Это Раннехристианская Церковь Это церковь Святых Они все поняли Всю истину Да ничего Они почти не поняли Я знать не знаю Кто там из них Соблюдал Все эти заповеди Я никого не вижу Я из писаний Из вращенных Дошедших до меня Какие-то крупицы Собираю Почему я должен Возводить их Святых Я даже не знаю Их жизни Там крупицы Описаны Вообще Крупицы О них какие-то Я знать не знаю Как они жили И эти люди Он говорит Я не от людей Его принял Он нигде Не написал Свою Евангелие Он не пытался Его собрать И назвать Благовестие От апостола Павла Как Лука Лука же тоже Не слышал Его тоже Не был Учеником Прямым Учеником Христа И он Собирает Это Евангелие У Павла Не было Таланта Писать Да очевидно Что было Почему он Не стал Собирать И не назвал Евангелие От Павла Почему делает Это Лука Некий Непонятный Тоже Человек Но он Позволяет Себе Собирать И писать Это Евангелие Несмотря На то Что сам Он этого Своими Ушами Не слышал Своими Глазами Все это Не видел Но он Собирает Ту информацию Которую Рассказывают Ученики Христов О жизни Учения Иисуса Христа И записывает Как он Пишет По тщательным Исследования Только Это тщательное Исследование Я всем Говорю Очень удивительно Что они Даже В трех Евангелиях Лука В которые Входят В синаптический В синаптический Да Они даже Не описывают Воскресение Величайшее Воскресение Четырехдневного Умершего И уже Разлагающегося Последней Так называемой Пасхи Перед арестом Иисуса В последние Дни его Служения Уже Случилось Да Они спокойненько Вон По тщательному Исследованию Но не описывает Нам такое Величайшее Событие И эти люди Вот эти люди В церкви Из всех Кто здраво Подойдет И исследует Этот вопрос Иоанн Богослов В своем Третьем Да По-моему Послании Жалуется На некого Там Дионисия По-моему Да Который Иоанн Богослов Все Мы готовы Ниц Падать Туфли Целовать Трястись И браться За голову Этого Иоанна Спокойно В какой-то церкви Вообще Не принимают Вы помните Третье послание Вы прочитайте Тогда все О чем я сегодня Вспоминаю Хотите со мной Прочитайте На канале Послушайте На христолю Библии Чтение Иных писаний Это великий Иоанн И спокойненько Не принимает Ни его Ни братьев И некий Пресвитер Начальник Он сам Не принимает Страждущих Братьев Странствующих Братьев Евангелистов Он сам Их не принимает Не кормит Мало того Никому В церкви Не позволяет Никому Не подавать Ничего Не делать Это все При живом Иоанне Иоанн пишет Что похваляют Некого брата Который Сам Из этой церкви Иоанну Видимо Они ведут Переписку Он говорит Что творится У нас Это во времена Первых апостолов Он запрещает Прямо творить Дела Любви Говорит Никто Сам этого Не делает Написано И другим Запрещает Это делать Это в ранней Христианской Церкви Любите Друг друга И пребывали Они в единомыслии Единодуши Снимите Эти розовые Очки Ранняя Христианская Церковь Это не царство Розовых Фламинго Апостола Павла Гонят Собственные Не только Его гонят Второе Послание Коринфянам Я его так и Называю Питя там тоже эпиграфом Всегда к нему Это жало В плоть Это его плач Плач апостола Павла Потому что Он пытается Людям нести Добро Истину И за это Добро Истину По примеру Подвигоположника И того Кого он сам гнал А теперь Хлебает по полной Программе Гонят И он не жалуется На просто Иудеев Нет Не на просто Ревнителей Закона Его гонят И бьют И унижают И оскорбляют Не зря Там второе Она в принципе В довесок К первому посланию Вот в той же самой Почему я говорю Коринфка церковь Павел говорит Про какой-то там Жезл Куда он придет Он пишет Такое сильное Послание Пытаясь словами До людей Достучаться Он целую главу Посвящает Все там И ссылками Опять и на Ветхий завет Смерть Где твоя жало Ад Где твоя победа Всячески пытается Людей убедить Никакой сил У него уже в Коринфе нету Там уже давно Эту церковь На седалище На его Нашлись Кто сели Знаменитые Богатые Уважаемые Вот И язычники И фарисеи Познамените его Очевидно Что он свое Так скажем Собрание Давно потерял И даже духовную Так скажем Учительскую власть Над ним Потому что Как мы видим Уже спокойненько Среди собрания Верных Верных Проповедует Что нет никакого Воскресения Христос не воскресал Вы не воскреснете Ешь пей веселись Живем один день А завтра умрем Это все слова Апостола Я так совмещаю Апостола Павла Все Второе послание Жалов плоти Плач о том Что его гонят Убивают Побивают камнями Не только Иудеи Которые его преследовали Как преследовали Иисуса Но и члены церкви Вот такие вот пастыри Которые уже отделяются Эту собрание Делают свои секты Доют ее Естественно Понятно Без этого никуда Естественно Свои мысли Влагают Все это При них Творится Это ранней Христианская церковь Снимите Розовые очки Вы Вы находясь Во лжи Никакого добра Себе не приносите Вы не думаете Что можно так прожить И что Вы так и будьте В этом колесе Сансары Вы никогда В небесное царство Не войдете Не познав Как Павел говорит Чтобы прийти В единство познания В разума Христова Эту фразу Мы сегодня с вами Тоже там кратенько Я быстро бросил Начал познать Истину Потом жить по ней Ну надеюсь Эту тему Понятно Я просто хочу Еще Уже и так Час Ну быстренько Сказать Донести мысль Это все Было в ранней церкви Апостолы Надо запомнить Эту простую мысль Христос И его первые ученики Терпят полный Крах В проповеди Благовестия Истины Которая в том Что человек Свободен Избирать Между добром И злом Избирая добро Настоящее добро Это то Когда ты человеку Несешь счастье Это то Когда ты никому Не причиняешь Вреда и зла Это то Кому ты наоборот Несешь счастье Тем что ты Конечно не вредишь Его плоти Но ты проповедуешь Им истину Им это конечно Не нравится Вот этим добром Ты вкушаешь Жизнь вечную Ты становишься Богоподобным Ты становишься Святым Вот в проповеди Этой истины Иисус А затем Его первые ученики Потерпели Полный крах Иудаизм Евреи К 70 Году То есть через одно поколение 20-30 лет И тут я так говорю К 70 Это намного раньше Произошло Поэтому я говорю Но поколение считается По-моему Насколько я знаю 20 лет все-таки То есть совершеннолетие детей У каждого человека Вот это как бы поколение Ну я так по крайней мере думаю Не прошло 20-30 лет А уж к 70 Году это очевидно Разрушение И причем это не просто так Это символное Внешнее событие Мировое Она символизирует Полный отпад Иудаизма в частности А вообще всех евреев Как мы видим От истины Вот вам результат Проповеди истины И это только лишь 70-й год Как вы думаете Вот при этой картине Я вам наживаю В принципе Это у меня серия роликов Таких идет Хотя у меня много Над тем я говорю Но у меня такими блоками бывает Все это серия роликов Вы помните Вам сказано в Библии А я Христолюб говорю вам Вам сказано в предании А я говорю вам Это уже третий ролик Еще будет как минимум Четвертый я запишу Хотел его назвать Учение По-моему Как-то так Где передание Я вернее Вот как его хочу назвать Картинка уже есть Скоро вы его увидите Вот И вот этот ролик Из этой же серии Несмотря на так Что я его назвал Я говорю Нет воскресенья Смысл Вот этого Вот этих розовых очков Идеализации И вообще Что вот эти бумажки Которые до нас дошли Вот эти псевдо-христианские Рабовладельческие Транснациональные Финансовые корпорации Под названием Православие Католицизм Протестантизм Они не несут никакую истины Они давно извратили писание Посмотрите Что делалось Во времена Свидетели Жизни И учения Иисуса Подумайте Во времена То есть живые свидетели Тот пастырь Или там пресвитер Как раньше называлось Находясь Он бы мог подумать Ой меня сейчас обличат Вот же Вот же апостол Павел Ничего Свободненько Во времена Первых учеников Запрещалось Любить Запрещалось Правильно верить И извращалось Я может вернее Еще у меня есть Еще несколько мыслей Я может таких Вот я буду дальше записывать Уже Иисус пришел И такое там было Вы помните На основании Филосфиклинцах Я думаю Этот ролик записать Спокойненько При живых учениках Извращалась Истина При живых Как вы думаете С 70-го года До 300 Возьмем С 70-го Где Христианство Полностью Даже уже Среди язычников Погасло Оно полностью Было извращено И уже ничего Истины в нем Не осталось Его принимает Внук Царя Константина Новообразовавшаяся Великой империи Да Уже не римская Она перекочевала Византию Византийская империя И как она образовывается Вы помните Да На мечах И на всех этих щитах Крест Христов Якобы там Царю приснилось И это их христианство Да И с этим мечами И причем это два брата Друг с другом воюют Просто не могут поделить Имперское господство И они идут резать Друг друга И якобы опять В этом во всем К этому всему Причастен Христос Он одному из братьев Явился Вы вообще в этот бред Верите А ведь верят люди Тысячи Миллионами верят В этот бред И христианство Становится Имперской религией Как вы думаете Что от нее осталось Ведь люди Основная масса Это же грешники Вы думаете Они примут христианство Где надо Всех любить В том числе животных Да В том числе людей Надо говорить людям Правду Надо благовествовать О творении добра Ибо человек Ты бессмертен Но ты Каждый будет пожинать То что сеет Вы думаете Кто-то согласится На эту правду Вы посмотрите На современный мир Вы знаете Прошлое можно идеализировать Сколько угодно А вы посмотрите Вы посмотрите На современный Протестантизм Протестантизм Католицизм У них же язык Неустанно Подлизывать Государственной палки Никогда не устанет И вся их жизнь Это подлизывание Этой палки Они все готовы Продать Как говорит мать родную Вот они Христа Давно продали Чтобы просто Потому что Как они будут Тогда жить Как они будут Процветать Как они будут Строить свою Империю Антихриста Если у них Не будет мира Сильными власти Мира всего А эти сильные Мира всего Это самые лютые Грешники Потому что Что творят там Эти люди Всем известно Вы подумайте Если эти с ними В одной кучке А никто А то главное Знаете Вот этих Правительства Там Всех этих Называют Да Чуть ли не сатанистами А значит Кто с ними Ягшается Они значит Святые А уж Как они им Подлизывают На всех Телеэкранах Мира Сейчас доступно И что Они еще и Проповедуют Их Их Ни дела И что Это дела Святые Они все Христианство Извратили И когда со мной Говорят Что Христос Не был Веганом Что Христос Не убивал Животных Не проповедовал Это убийство Больтова Проповедовал Любовь К животным Мне говорят Да где это Дошло Слушайте Вы вообще Верите Что даже С 70 Года До 370 За 300 Лет Что-нибудь Истинного Осталось От От учения От жизни И учения Иисуса Христа Я не верю Я верю Что в 370 Учезло Все Что нам Осталось Окоемка Простые Исторические Факты И Бог Являлся На землю Воплоти Учил Истине Да Но не то Что нам Сейчас Пытаются Выдать За истину Учил Истине Я почему Говорю Общие фразы Истина Это та В том Что человек Свободен Избирать Между добром Зло Даже Перед Лицом Смерти Как это Делал Иисус Творить Это Добро Исповедовать Его Проповедовать Его Да Даже Пострадать Что и Сделал Иисус Да Ты Ничего Не бойся Ты Воскреснешь Да Ты Будешь Царствовать Там Где Ты Строил Какой Мир Потому Что Каждый Получит То Что Он Се Вот В чем Евангелие Но Опять же Заметьте Я вам Сейчас Зря Добавил А каемка В том Что Просто Потому Что Вы Понимаете У зла Зла Зло Оно Безумно Слепое Она Порой Даже Не Может Грамотно Зло Творить И Почищать Все Все Культы До сих Пор Не Отрицают Кто Трицает Уже Это А Вот Садукей Которые Были В ранней Христианской Церкви Сидели Это Самая Высокая Ветка Это Были Предки Первосвященников И В принципе Все Первосвященники Были Именно Из Рода Садукейского Они Спокойно Отрицали Воскресение Мертвых Ели Пили Веселились Один День Пожалуйста Хотя Все Пророки Весь Народ Верил Воскресение В последний День Вы Помните Даже Марфа Это Нам В Евангелии Донесено Спокойно Находились В этой Церкви Спокойно Отринули Это Жили Там По Полу Закону Моисеева И Спокойно Отрицали Воскресение Также Называли Все Детьми Авраама Да Уж Сейчас Христиане Творят Беззаконие Убивают Там Этих Животных Эксплуатируют Не Несут Правду Да Не Хотят За Нее Страдать Это Не Говорит О том Что Они На Правильном Пути Вот И Поэтому Окоемка Да До Нас Дошла Бог Являлся Во плоти Бог Свидетельствовал Истину Жил По Этой Истине Естественно Являя Нам Дела Истины Проповедовал Эту Истину За Нее Пострадал Был Убит Жестоко Он Воскрес И Вознес Оставив Нам Свободу Жить Так Как Он Говорил Но Вот Что Такое Эти дела Истины К сожалению В том Что Дошло До Нас Через 2000 Лет Ой Как Нам Подчистили И Ой Как Извратили Потому Что Любому Нормальному Человеку Понятно Что Если Сильный Человек Господствует Порабощает Славого Слабого Ездит На нем Я Говорю Слушайте Вы Вот Смотришь Здоровый Мужик Ну Как Ты Убиваешь Ты Слав Ты Считаешь Сильным Мы Над Кем То Властвуем И творим Чего Хотим Только Потому Что Мы Сильнее А Сила Оказывается В заботе В любви Поэтому Просто Этим Роликом Я говорю Название Не совсем Уж Кто Оно Вроде Даже Не Связано В принципе Понятно Я Как У меня Лежал На сердце Так И сделал А мы Конечно Снять Розы В очки Окунуть Вас В это Погрузить Посмотрите Что Творилось До Семьдесятого Года Когда Как Называется Как Говорится Были Иудействующие Христиане Первые Ранние Христиане Они Так И Назывались Их Так Прямо Даже Не Обижая А Так Действительно И Иудействующие Христиане И Сами Подумайте Узнайте Историю Что Было С Семидесятого По Тот Семидесятый Много Свидетельств Достаточно Тоже Даже Дошедших Где-то В крупицах Святых Там Этих Отцов Которые Говорят Вы что Чтоб Христианин Мясо Ел Когда Их Там Укоряли Что Они На вечерах Любви Детей Там Режут И кровь Их Не Пьют Как Они Будут Делать Если Они Вообще Мясо Не Едят Живых Души Души Не Губят Почему То Все Монахи Никогда Мясо Не Ели И Животных Не Убивали Ни Рыбу Ничего Ни Куриц Ни Птиц Полностью Отрекались Полностью Переходили На Веганское Питание Как Это Сейчас Современным Языком Говорит Очень Странно Что Монахи Стали Отделяться От Грешников Которые Стали Всеобщим Христианство В Третьи Веке Происходит Резкое Разделение Они Как Павел Сказал Даже Не Сообщаются С Такими Не Едят Вместе Почему Они Стали Отделяться А Потому Что Христианство Еще Буду Говорить Не Раз Посмотрите Что Творилось Потом С Третьего Века С Четвертого Можно Так Сказать С Трехсотых Годов По Современный Мир Это Те Все Исторические Книги Что Мы читаем Вообще Что До Нас Дошло Это Мы читаем И то В них Можно Увидеть Что Такое Вот Эти Вот Организации Которая Была Начало Ортодоксия С Внутри Себя Со Своими И вокруг Со Своими Вы Верите Что До Нас Что То Истинное Могу Дошло Они Собственным Святым Вырывали Языки Отрубали Руки Которые Хоть Какой То Голос Взвышали За Истину В Своей Ж Организации Вы Думайте Эти Люди Которые Сжигали На Кострах Всех Еретиков Всех Кто Им Показался Ведьмы Или Еще Что Которые Крестовыми Походами Ходили Православные В шестнадцатом Веке Сжигали Старообрядцев Тысячами Запирали В храмах Вы Думаете Эти Люди Могли Донести Эта Организация Могла Донести До Вас Истину Для Нее Человек Ничего Не Значит О Каком Веганстве Вы Мне Говорите Что Вот Это Не Сохранилось Это Люди Которые Людей Не щадили Нещадно С третьего По десятый Посмотрите Что творилось И посмотрите После разделения Что творилось У католиков И у православных Эти люди О каком Веганстве О каких Животных Вы мне Хотите Доказать О какой Истинности Писания Где там Рыба Написано Что Иисус Рыбу Потрошил Ягненка Барашка Пожирал Эти люди Что православные Что католики Первые Две веки После десятого И в ортодоксе И до десятого Людей не щадили Вырезали Друг друга Все христиане Французы И итальянцы И режут Друг друга Под знаменами Христа И Девы Марии Православный Князь Владимир И режет Брат на брата И его дети Друг друга режут И город на город Ростов На Саратов Самара На Владимир На Киев Киев На Псков И режут Со знаменами Православные Одни с Богоматью Идут Другие С Нерукотворным Ликом Христа И режут Друг друга И режут Друг друга Россия Откуда такая Большая Все земли Откуда Они все Завоеваны Посмотрите Что делал Иван Грозный Сколько он Людей погубил Душ Человеческих Сколько он Земель Завоевал Это его земли Современная Россия Она полностью В крови Потонула Вся Россия Это море Крови Он Православный Под Кого Писалось Все Это Что Делал Никон Первый Патриарх Которого Сама Православная Церковь Не Поминает Считает Просто Исчадием Ада Что Он Делал Тысячами Закрывали В храмах И сжигали Принося Жертву Своему Богу Сатане Этих Старобрядцев Которые Воспротивились Такому же Глупым Обрядам Они Ничем Не Лучше Были Тех Которые Стали Православными А Те Стали Старобрядцами Причем Тот же Самый Ихний Главарь Один Из Главарей Протопоп Авакум Что Он Говорил Сидя Даже В яме Раньше Тюрьмы Были В основном Сырые Ямы В землях Он Говорил Ну Понятно Просто Никон Там С царем Батюшкой Если бы Я Был там Я бы Делал И мы Делали То же Самое Это Говорит Человек Сидящий В яме В тюрьме Они Одинаковые Узнаете Что делали Протестанты При Разделении Когда Во-первых Они отделяли Что с ними Католики Делали Которые Стали Бунтовать И отделяться Против Этого Бреда Католического Которого Они Придумали А что Потом Стали делать Протестанты Когда От отделенных Стали отделяться Они Никогда Не ценили Свободу Другого Человека Они Всегда Ее Прессовали Да На словах Ты можешь Посмотри Какие Дела Они Делали Посмотрите Что Стали Делать Эти Протестанты Что Они Кстати Ничего Не Было Что Они Стали Делать С Их Капищами И так Далее И с Людьми Что Они Друг С Другом Стали Делать Никто Не Хочет Говорить Об Этих Это Грязное Нижнее Белье Доставать Только Такие Как Я Над Которые Никого Нет Вот Ты Один Да Да Знаете Лучше Быть Одному Христос Был Один Никого Он Когда Его Судили Он Сказал Я Один Остался Никого Нет Со Мной Все Вы Поразят Пастырь И Все Вы Рассеетесь Его Поражение Началось Его Ареста И Все Они Как Написано Разбежались Все Никого Не Было С И Над Ним Никого Не Было О Нем Прямо Свидетельствовали Его Враги Ты Не Смотришь Ни На Какое Лицо И Никому Не Угождаешь Вот Мой Учитель Иисус Я В Евангелии Меня Сам Иисус Благо Сатана Он Хоть Кажется И Сколько Тысяч Лет На Земле А Ума На Сам Деле Не Так Много Они Даже Евангелие Не Смогли Подчистить До Конца И Там Много Хорошего Много Добра И Много Истины О Жизни О Богов Воплощении О Его Посеянный Врагом Человечества Выбирай Пшеницу Оплевелы Сжигай Несчадно Огнем Неугасимым Вот Чему Я Научился И Всем Благовестую Вот Так Вот Вот Так Вот Поэтому Ролик Конечно Не о Воскресении Не о том Что Христос Не воскрес Я надеюсь Теперь Вы это Поняли Я Верю Что Бог Вечен Я Вечен Да Я Верю Что Бог Являлся В плоти Бог Дал нам Внешнее Доказательство Всего Что Есть В нашем Сердце Бог Свободен Дарит Свободу Эту Человеку Потому Как Все Слова Так Детские Дарит Дает Мы Просто Естим Мы Его Образ и Подобие Все Бытие Оно Просто Есть И Истина Она Просто Есть Ее Не скрыть Не заткнуть Невозможно Ее Можно Подделывать Искореживать Да Теперь Таким Как Я Приходится Так же Как Иисус Бороться С Законом Моисеева Мне Приходится Бороться С Новыми Законами Моисеева С Православием С Католицизмом С Протестантизмом Ну Что Такова Участь Всех Проповедников Истины Добра Любви Вот Так Что Вот так Вот На этом Все Больше Не буду И так Ролики Километровые Задерживать Вас Я С Вами Прощаюсь Всем Спасибо За Просмотр Надеюсь Я Всем Говорю Всегда Мои ролики Не праздные Я Надеюсь Они Вам Что Открывают И То Что Вам Открывается Вы Начинаете Этому Следовать Ибо Истина Познается Ее Правота Или Нет По силе Жития Потому Как Ты Начинаешь Жить Вот Так Вот Что Мы Сеем То Мы И Пожинаем На Это У Меня Все По Братски Всех Всем Желаю Познать И Достигнуть Познание Совершенства Истины Которая В том Чтобы Человек Свободно Избирал Добро А не Зло И И Не Псевдо Добро Да Древо Познание Добра И Зла Это Древо Зла И Псевдо Добра Вот Поэтому Под Какой Бо Вам Красиво Оберточки Не Подавали Зло Никогда Его Не Вкушайте Вкушайте Всегда С Древа Жизни Плоды Древа Жизни А это Настоящее Благо Когда Ты Людям Несешь Счастье Когда Ты Никому Не Причиняешь Зла И Все Удовольствия Которые Ты Получаешь Ты Получаешь Не Принося Никому Страданий Ну На Это У Меня Все Пока Пока До Встречи В Следующем Ролике Помните Завет Заповедь Иисуса Сотворив Все Его Заповеди Идите Научить Все Народы Соблюдать Все Что Он Повелел Нам Он Не Иисус Здесь Важно Каждое Слово Учить Прежде Надо Соблюсти Потом Учить А Учить Чему Соблюдать То 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 же Исполнять Все Что Повелел Иисус